Привет, мои хорошие, мои друзья! Я тут, смотрите, варю супчик. Добавила я сырок. Что-то он особо не плавится пока что. Сейчас он расплавится. Сейчас сделала обзор на вот такой сырок из светофора. И вот, кстати, у меня сегодня суп необычный. Я натерла все на терке, потому что Дима не любит супы. Ему лень жевать эту картошку, морковку. Какая бы она мелкая не была. Я решила сегодня на терке все натереть. Получилось очень много. Такая гора огромная. И вот тут я варю. Здесь какой-то непонятный кусок мяса. Хотя она белеет, кстати. Непонятный кусок мяса. Нашла в морозилке, свекровь чего-то оставила. А то, что это оставила свекровь, я знаю. Потому что она использует красные мешки с красителем. А я использую мешки белые без красителя. Красные они дешевле стоят, а белые и прозрачные они дороже стоят. Поэтому я не люблю мешки с красителем. Хотя, не знаете, что-то он не плавится. Написано плавленый сырок. Может еще это расплавится. Сейчас они мне поварятся. Я буду бросать морковку. Наконец-то нашелся покупатель этому шедевру. Позвонил сейчас мужчина. Говорит, я хочу купить у вас свечу. Ну, наконец-то. Дождалась свечка своего хозяина. На самом деле, их покупают очень сложно. Очень тяжело. Не особо их берут. Это вторая, кстати, моя свечка. Первая была за 60 рублей. Это за 70 рублей. О, даже снизу. Круто. Крышку не нашла я. Видимо, они у меня без крышек. Какая красивая. Теперь можно рисовать следующее. Наконец-то. В прошлый раз девушка купила. В этот раз парень. А то как раз я все свечки уже залила туда в баночке. Еще давно, несколько лет назад. Они так стоят у меня. Красивая какая. Вот так вот. Сейчас вот собралась запекать перчик. Покажу вам. Фольга. Саянская. 11 микрон, 10 метров. Тонкая, прям притонкая. Вот она. Прям тонкая. А вот здесь, кстати, у меня есть другая. Она вот прям такая. Она другая. Прям поплотнее. Так, не буду ее рвать. Поплотнее. У меня вот перчик. Я сейчас буду запекать для Димочки. Чтобы ему было проще жевать ее. Его верно, а не ее. У нас солнышко. Сейчас мы готовимся, убираемся. Завтра приезжает моя свекровь. Вот. А мы с Женькой поедем туда. К ним. Вот. Отдыхать. И они на празднике останутся вместе с Димочкой. Побудут с ним. Отдохнут. Вот тут вот-вот собираем все грейпфрукты. Продолжаю сидеть на диете. Грейпфрукты как раз у меня. Вот я их на 4 дня разрежу. Мандаринчики с собой беру. Я с утра мандаринчик кушаю. Вот. Для Димочки уже все повытаскивала. Здесь у нас оставались мандарины. И муж мне сейчас их это. Два мандарины. С двух мандаринов. Представляете сколько получилось сока. Вот. Косточки еще уберу. Сейчас часть сама выпью. Часть Диме. Вот. Все убираемся. Вот. Постепенно. Постепенно. Блендер сегодня делал. Творожок Диме. Такая вкуснятина. Творог, банан, курага и чернослив. Ну там по 2 штучки. Или по одной. Не помню. Такая вкуснятина. Бесподобная. Вот. Муж помыл уже плиту. Все тут посуду перемыли. Вот. Осталось мне чуть-чуть. Там сейчас все подсохнет. Вот это. Я все буду убирать. Вот. Забирать свою технику. Зарядила этот... Внешний аккумулятор. Зарядила. Чтобы потом... На телефоне. Чтобы можно было сидеть спокойно. Вот. USB наушники. Моя. Вот это вот. Все. Короче. Сейчас буду убирать. Вот. Плитка тут наша стоит. Я говорю. Муж, давай перенесем эту плитку. Ой-ой-ой. Она тяжелая. Пусть тут будет. Ну ладно. Давай это. Хотя бы одну перемотали. Я говорю. Чтоб она это не рассыпалась уж. А то будет обидно. Тут одна. Здесь вот у нас напольная лежит. Здесь немножко срач. Вот. И сюда отнесли. Две штуки. Вот. Также Женя сходил сейчас за книгами. Я заказала. Вот. Тут вот такая вот пирамидка. Блин. Такая интересная. Это вообще. Я не думала, что она настолько интересная. Покажу потом. Вот. Такие вот книжки. Мы сейчас дособрали практически коллекцию. Тут у нас четвертый класс. Третий класс. И второе и первое еще у меня стоят. У меня в детстве была, по-моему, первая или вторая какая-то. Очень интересная. Я вообще так с таким удовольствием читала. Это было что-то, наверное. Просила у мамы, попрашивала еще купить. Но нет. Она не купила. Вот. Подумала, что у моего ребенка пускай будут все. Но на самом деле там такие коллекции. Я думала, ну, как бы, вот они все. А тут, смотрите. Еще какие есть. Книга просто, блядь. А, до трех лет, смотрите. Да. Четыре-пять. Там Дима на заднем фоне высыпает у нас так. Шесть-семь лет. Я думаю, блин, что ж там интересно такое. Вот первая и вторая у нас это есть уже. Третья и четвертая есть. Ну, дальше пятую, шестую, седьмую. Так, седьмую, восьмую. Девятую мы собирать, наверное, пока не будем. Я их еще ни разу не видела в продаже нигде. Тут есть, смотрите, ботаника. Блин, мне кажется, это такая классная математика. Я представляю, что там. Там, мне кажется, что-то интересное. Вот их мы будем искать. Русский язык. Блин, мне кажется, там тоже что-то интересное. Упражнение для занятий с детьми. Трудом что-то заниматься. Что-то такое. Не пойму, что там написано. Здесь таблица и правил по русскому языку и математике. Ну, представляете, начальный класс. А первый, третий класс, блин. Мне кажется, вообще классная. Если ваш ребенок левша. Ну, это я не знаю. Вот русский язык. Блин, тоже хочу, не могу. Хочу это. И тут две. Таких детей называют медлительными. И от чего? Они с трудом учатся. А, с трудом учатся. А я думала, почему они медлительные. У меня как раз была медлительная. Но я очень любила учиться. Получать знания. Это прям вообще обожаю. Так. Как подготовить ребенка к школе? Ну, это, наверное, тоже. Может быть, посмотреть. Интересно полистать. Тут же букварик. Вот эти были по 30 рублей. Хотя у других людей они по 300 стоят. А было 30. 20 или 30. Это по 100 рублей. Ну, за 100 вернее. Такая, смотрите, какая она классная. Тут вообще прям она. 99 года. Вон тут какие картинки. Тут мне понравилось. Знаете, что? Сейчас покажу. А, вот. Вот эти вот слоги. Ша, ша, ша. Чтобы вот ребенку учиться читать. Когда вот будет. Вот это вот прям вообще классно. Картинки здесь вот. Настоящие такие. А ну вот. Ти, тют эти вот. Тут прям вообще стишки. Вообще классные. Просто книга. А ну вот тоже еще. Тут тоже вот разные слова. По ней заниматься мы будем. Дима уже почти весь алфавит знает. Вот. И мы уже начинаем учиться читать понемножку. Вот, например, тоже. То есть вот прям какие-то вот здесь вот тоже. Что-то интересное. А также были бесплатно. Вот такие книжечки маленькие. Ну, я решила взять. Думаю, а что бесплатно не взять-то? Правда, конечно, грязненькие. Немножко старенькие. Почитать. Так вот. Ребенку с ребенком вместе. Тут такие картинки прикольные. Маленькие книжечки. Срисовать, например, порисовать. Такие вот. Была вот такая еще книжка. За все вместе. Ну ладно, потом скажу сколько отдала. Вот она. Ну, вон какая. Просто она вон прям, смотрите. Идет вот так вот. Длинная. А потом складывается. Так раз. 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 Репка. Классная вообще книга. Так. Взяла Атлас. Я думала это журнал вообще. Или ну просто большая книга. Это маленькая книжечка. Бесплатно тоже была. Атлас я очень люблю в географию. В школе у меня по географии были пятерки. Тут вообще прям очень все много. Я, по-моему, в детстве мечтала о такой книге, где будет много вот таких вот картинок, где можно сидеть и изучать. Но у меня тогда не было ничего такого. Ну, учебник только и все. Вот. Я думаю, что у меня ребенок тоже будет любить географию. Потому что и муж тоже очень любит ее. И ему такая книжечка будет полезна. Тем более бесплатно. Так. Так. Также бесплатно дали. Забрали, вернее, мы вот эту книжечку. Ну, детское питание. Я решила взять. Что бесплатно не взять-то? Правда, вот мне не понравилось то, что тут вот не очень хорошо видно название. То есть название, как готовится, ингредиенты. И тут же вот уже следующее название. То есть пробела нету. Вот это мне не очень понравилось, если честно. Ну, я думаю, тут можно будет что-нибудь найти интересное. Я люблю очень кулинарию. Что-нибудь найду. Вот. И купили мы вот такие книжечки. Я думала, они будут поинтересней. Ну, не знаю. Видимо, надо разбираться все-таки. Ну, что-то вроде интересно. Что-то не очень. Ну, не знаю. Ну, ребенка, я думаю, почитает, подрастет. Как раз тут четвертый класс. Где, получается, они по 20 или 30 рублей. По-моему, по 20, да. И две вот такие вот последние. Тоже третий класс уже. Тут что-то шел. Шелтай-болтай. Мне, кстати, вот такой текст очень нравится. Вот такой же вот текст в родничке, который первый показывал книжечки. Родничок, кстати, внутри не показала. Внутри не показала я вам его. Тут вон какие классные картинки. Ну, четвертый вот класс. Дальше я не буду, наверное, собирать пока. Их сложнее найти. Пятый там и так далее класс. Вот он текст. Классный. Ну, какие картинки. Их можно срисовывать. Вот. Короче, такая вот. А на этот треугольничек, наверное, не знаю, обзор сделать, не сделать. Короче, напишите в комментариях, делать обзор на него или не делать. Короче, это игрушка. Ну, как игра такая для ребенка. Если я правильно поняла ее, конечно, то она очень интересная. Тут, так, срок службы четыре года. Так интересно. От шести лет и старше. То есть, ну, когда ребенку уже умеют считать. На самом деле, хотела взять другую. Там были примеры. Уже написано. Четыре плюс пять. То есть, такие прям карточками. Как бы купленные и написанные от руки. Хотела их взять. Они были бесплатные. Но мы друг друга, видать, не поняли. И она вот положила вот этот вот. А потом я залезла, посмотрела. Оказывается, он 50 рублей стоит. Я думала, там за все вместе 50 рублей получается. А мне, оказывается, по отдельности. Такая была и еще другая была. Такая же. А те карточки бесплатные. Ну, я думаю, ладно. Открыла, мне понравилось вот это вот.